Привет, народ! С вами Спектр. И наверняка в российском сегменте Ютуба нет ни одного гайда по одному из самых сложных достижений в игре Dead by Daylight под названием Воплощение Зла. Я смотрел очень много руководств, которых нет, конечно же, и очень много видеороликов, которых тоже нет, конечно же. Но я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Я подозреваю, что будет первый настоящий гайд по достижению Воплощения Зла. Все, что я скажу в этом видеоролике, вам всего лишь пригодится для выполнения этого достижения. Все будет зависеть от того, какие вам попадутся сурвы, и от прямоты ваших рук, конечно же, все будет зависеть. А сейчас давайте я вам немножечко расскажу про это достижение. Итак, достижение Воплощения Зла является самым сложным достижением в Dead by Daylight на данный момент. Оно подразумевает в себе то, что вы должны убить всех четырех сурвов за Майкла Майерса, используя Evil Within третьей стадии. Давайте мы на него посмотрим. Вот его способность, которая называется Evil Within. Сразу вам говорю то, что вы не выполните это достижение, если повалите на землю всех трех сурвов и повесите их на крюк. Это работает не так. Выиграть нужно таким образом. Вам необходимо убить Майкла Майерсом собственноручно четырех выживших. Для этого вам понадобится два аддона, о которых я вам сейчас и расскажу. Поехали! Итак, для того, чтобы выполнить это достижение, вам необходимо, еще раз повторюсь, убить всех четырех выживших, используя аддон Майкла Майерса. Таких аддона только два, которые позволяют убить выжившего прямо во время погони. Напоминаю, как это делается. Если вы набираете третью стадию зла и у вас есть один из этих аддонов, то во время погони, максимально приблизившись к цели, вы можете нажать M1 Kill, когда появится данная надпись, и вы собственноручно убиваете жертву. Итак, всего лишь два аддона, которые позволяют это сделать. Первый это Judith's Tombstone. Давайте я засчитаю, что он дает. Разблокируется способность убить полностью здорового выжившего или раненого выжившего, используя Evil Within 3. Вы не сможете следить за выжившими во время третьей стадии. Очень сильно увеличивается порог зла, необходимый для третьей стадии, и немного уменьшается скорость передвижения. Второго аддона, к сожалению, у меня сейчас нету, но называется Tombstone Peace. Вы получаете абсолютно точно такую же способность, но тоже вам нужно больше зла накопить, а также убийство очень сильно расходует Evil Within 2. То есть он будет практически на нуле. Ничего страшного. То есть вы можете использовать либо Judith's Tombstone, либо Tombstone Peace. Я использовал кусок надгробия. Это фиолетовый аддон, который будет у вас доступен. Вот в качестве второго вы можете использовать все, что угодно. К примеру. Ладно, конечно же я шучу, что все, что угодно. Также есть два аддона, но насчет второго я не уверен. Первый аддон это Memorial Flower. Вы получаете зло гораздо быстрее, когда следите за выжившими. Второй аддон называется J.Meyers Memorial. Также увеличивается время получения зла, когда вы следите за выжившими. Один из этих двух аддонов. По поводу J.Meyers Memorial я его не использовал. Я использовал Memorial Flower. Кстати, есть один забавный факт по поводу набирания зла на Майкле Майерте. Чем ближе вы к жертве, тем быстрее набирается зло. То есть вы можете спокойно брать либо цветок. Вот насчет этого я не уверен, но можете попробовать взять J.Meyers Memorial. И посмотреть, насколько быстро будет набираться зло. Самое интересное, то что зло вы можете копить не бесконечно на выживших. То есть у них тоже есть определенный порог. И вы высосите все зло из выжившего, только когда он станет полностью красным, и вы уже не сможете набирать на нем ничего. Теперь давайте поговорим про перки. Забудьте про всякие айронграспы и агитации. Они, понятное дело, не будут нужны. Итак, 4 перка, которые нужно использовать, и желательно, чтобы они были третьего уровня. Первый перк это Шопот. У меня его сейчас на Майкле нет, но он очень сильно необходим. Итак, перк Шопот позволяет нам находить выжившего в радиусе 32 метров. Очень полезный перк, если вы преследуете выжившего и случайно его потеряли, чтобы знать радиус, где он может находиться. Или если вы вообще не можете найти Сурва, то почему бы не воспользоваться Шопотом и поискать его в определенной зоне, которую вам укажет энтити. Второй перк, который я ставил, это были доски. Доски желательно иметь третьего левела. Однако, когда я выполнял эту ачивку, они у меня были первого уровня. Я его выполнял не на первом престиже, а на беспрестижном Майкле Майерсе, если что. Доски позволяют вам, скажем так, быстрее, конечно же, ломать преграды, потому что терять в погоне выжившего никому не нужно. Ведь мы не можем брать с собой, например, Стридер. Да, перк, конечно, хороший, но это уже по вашему желанию, чтобы слушать, куда там выживший наш ушел. Я предпочитаю все-таки взять доски, чтобы быстрее, конечно же, ломать преграды и не терять выжившего из виду. Третий перк, который я ставил, это Дайн Лайт. Понятное дело то, что основной нашей целью будет являться одержимость. Но там уже как, скажем так, карта ляжет. То есть, либо вы найдете одержимость первым, либо вы найдете ее последним. Может быть, всякое, но ставьте Дайн Лайт, потому что снижение на, если я не ошибаюсь, на третьем левеле 25, по-моему, процентов, любая деятельность, это реально здорово. По поводу четвертого перка я вам ничего не могу сказать. Я использовал перк, который называется Анрелентинг, но его занерфили. То есть, я его использовал, когда еще Машинган работал, если вы понимаете, о чем я. И, естественно, четвертым перком вы можете поставить, я вам просто пример даю совет, вы можете поставить Тонатофобию. Вам нужно сделать так, чтобы выжившие получили максимальное пенальти за матч. То есть, чтобы они даже генер чинили буквально минут 15. Ну, я образно, конечно же, говорю. Теперь же, кстати, киллеры могут ломать генератор. Когда я выполнял это достижение, они не могли ломать генераторы. Все было очень и очень тяжело. Это примерно мой набор перков, которые я вам сейчас озвучил. Шепот, доски, Дайн Лайт, Тонатофобия. Растянуть игру выжившим, не терять их во время погони и находить их всегда. Вы можете, конечно, вместо Анотофобии поставить реальность Стридер. Потому что один хит вы даете по сурову. Если вы, например, будете на второй стадии, да, чтобы, соответственно, слушать Стоны, узнавать, где этот выживший. И дальше уже, соответственно, его преследовать. Сейчас я покажу маленький сейчас будет идти видеоряд, что вам не пялится в меню, где я играю на Майкле Майерзе, но не выполняю это достижение, а просто играю за него. Чтобы вам было не так скучно смотреть меня. Итак, теперь давайте поговорим о самом геймплее. Я думаю, сейчас видеоряд уже идет, да, у вас? Поговорим немножечко о геймплее на Майкле Майерзе. Это действительно сложное достижение, потому что, в первую очередь, я вам советую, это пойти на 20 ранг. Не нужно никому доказывать, что вы профессионал, пытаясь выполнить это достижение на первом ранге. Это всего лишь достижение Steam. И 95%, даже 98, я бы сказал, людей, у которых есть это достижение в Steam, оно хакнуто. Оно просто хакнуто. Если вы честный пользователь, который хочет выбить достижение сам, то почему бы не послушать этого совета и просто опустить свой ранг до 20? На 20 ранге играют не такие сильные сурвы. Вам это на руку. Вам, как сказать, не нужно их зарегтить, да? Потому что они вам тоже жару зададут. Вам нужно будет высасывать из них постепенно зло и только потом уже их убивать. Какие могут возникнуть проблемы у вас во время прохождения этого достижения? Первое, это прошаренные сурвы. Даже если будет 20 ранг, у них могут быть хорошие перки на выживание. Это могут быть и бывшие первые ранги, которые специально слились до 20-го. Так что имейте это в виду. Вторая проблема, это люк. Когда у вас останется три генератора и последний выживший, молитесь, чтобы он не нашел люк. И молитесь, чтобы... Вообще, он даже близко не подбежал к нему. Даже если вы нашли люк, вам необходимо очень быстро, по шепоту, ориентируясь, найти этого последнего сурва. Если уже ничего не получится, просто наберите на нем третью стадию, даже если он будет близко, и постарайтесь приблизиться к нему максимально близко и нажать M1 kill. Надеюсь, это вам поможет. Какая еще может быть проблема за Майкла Майерса во время выполнения этого достижения? У вас банально не хватит зла. То есть, как я сказал, максимально близко вы должны приближаться к выжившим, чтобы высасывалось зло гораздо быстрее. Но иногда может быть и такое, что у вас останется последний сурв, например, 4 или 5 генераторов, и тут вот будет маленькая проблемка. А вы больше не можете на нем накопить зла. Вы никак больше не накопите зло, и поэтому можете спокойно сливать эту игру. Ну, не знаю, там, убивая или можно отпустить последнего выжившего. Конечно. Теперь поговорим по поводу бустеров. Есть, конечно, такая тема, что некоторые как-то могут присоединяться друг к другу, да, и бустить. Сразу говорю, в закрытой игре набустить эту ачивку нельзя. А если вы будете ее бустить в открытом лобби, ну что, я могу вам только пожелать удачи, но это все равно будет, конечно, как-то неправильно все же. Еще какая проблема может появиться с выполнением этого достижения? Это доски. Потому что очень много раз я прокалывался, когда выжившие перепрыгивали через доски. Я нажимал М1, но так получилось то, что выживший был слишком близко к доскам, он перепрыгивал, и я его клал на землю. Понятное дело то, что я его уже никак не мог убить. Ему нужно было либо свиглиться с моего плеча, либо его должны были снять с крюка. Очень аккуратно действуйте с досками. Только когда вы уверены, что вы сможете убить выжившего, нажимайте кнопочку М1. И только тогда вы сможете убить этого сурма. Ну, в принципе, мне больше вам рассказывать нечего. Кстати, с мемента, когда я выполнял, это тоже не работало. То есть, суть ачивки заключалась в том, что вам необходимо все-таки убить именно за Майкла Майерса, собственноручно этих выживших, а не используя подношения типа мемента. Я думаю, я рассказал вам все, что посчитал полезным для этого достижения. Я его выполнил не с первой попытки. Это было очень тяжело. Но в любом случае, я остался доволен тем, что я все-таки ее смог выполнить. Подведем итог. Берем аддоны. Правильный кусок надгробия. Цветок. Или Джей Майерс Мемориал. Я так ничего еще о нем не знаю. Нужно будет его взять и попробовать. Возможно, этот аддон гораздо круче будет. У вас есть ведь всегда право на ошибку. Если у вас Майерс прокачан хорошо, просто в Бладвебе воспользуйтесь такой вещью, как прокачка персонажа на 50 уровне. Просто берите на Майкла Майерса заново и заново и заново 50 уровень, пока вам не выпадет Блэк Ворд. Это защитное заклинание. То есть, вы сможете взять любые два аддона. То есть, либо кусок надгробия, либо само надгробия. Либо Джей Майерс Мемориал, либо Мемориал Флауэр. И при этом у вас будет право на ошибку. Если вы действительно не хотите рисковать своими аддонами, просто качайте Майкла, пока вам не будет выпадать защитное заклинание, и спокойно пользуйтесь этим. Я лишь хочу пожелать удачи тем людям, которые будут действительно выполнять это достижение. Это действительно интересная ачивка, которую ввели разработчики Behavior Interactive в Dead by Daylight. Всем, кто ее уже получил, просто грац, молодцы. Я вас очень сильно уважаю. С вами был Спектр, это был гайд по достижению воплощения зла на Майкла Майерса. Если вы хотите побольше подробных гайдов по некоторым достижениям в Стиме, я могу это устроить. Давайте наберем 50 лайков на этом видеоролике, и я, возможно, пойду снимать следующий. Всем удачи, всем пока, удачной кровавой охоты.